В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Следователи НАБУ проводят обыски в Одесской мэрии. На Приморском бульваре состоялся флешмоб в поддержку политических прав переселенцев. Памятник греческой средневековой поэзии, знаменитая романтическая поэма Вицензаса Карнароса «Эротокрит» переведена и издана в Украине. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Одесской мэрии. Об этом сообщает ряд одесских интернет-изданий. В первую очередь СМИ связывают происходящее с покупкой горсоветом здания «Краян» за баснословную сумму в 185 миллионов гривен. Как сообщает ряд интернет-ресурсов, в Одесской мэрии проходят обыски. Следователи Национального антикоррупционного бюро изымают документы, так или иначе, связанные со сделкой мэрии по покупке за 185 миллионов здания завода «Краян», куда должны переехать сотрудники мэрии. Со ссылкой на собственные источники в Гурсовете и в самом НАБУ, СМИ сообщают, что выемка документов осуществляется в аппарате Гурсовета, кабинетах вице-мэров Анатолия Орловского и Павла Вугельмана, департаменте коммунальной собственности и других подразделениях. Стоит отметить, что, как сообщает издание УСИ, ранее сделкой по покупке здания заинтересовалась государственная аудиторская служба, а в феврале НАБУ наложила арест на счета банка «Пивденны», куда Одесская мэрия перевела деньги на покупку корпуса «Краяна». К тому же требуется еще 100 миллионов гривен на так называемые внутренние отделочные работы. На содержание карманной армии под названием «Коммунальное предприятие муниципальная охрана» мэрия в нынешнем году выделила 41 миллион гривен. Такое решение было принято в ходе последней мартовской сессии городского совета. В больницах города собираются сократить штат сотрудников, потому что нет денег на содержание. В школах дети питаются булочками размером спичечный коробок. На большее в мэрии денег нет. Программа равенства, направленная в первую очередь на адаптацию людей с ограниченными физическими возможностями, практически провалена. Средств на выполнение не хватило. Разваливающиеся на глазах памятники архитектуры, на ремонт которых бюджета нет. Этот весьма скорбный список, на что у городских властей нет денег, можно продолжать бесконечно. Зато есть средства на карманную армию, так называемую муниципальную охрану. Так называемую, потому что на самом деле охраняет она исключительно самого Геннадия Труханова. Ему же и подчиняется, и не только охраняет. Пока это сомнительное во всех отношениях КП было замечено исключительно в силовых и рейдерских мероприятиях, где муниципальные тетушки не охраняли, а нападали, избивали, выживали людей. 41 миллион уже выделено на это подразделение. Я иначе его не называю, как Трухановская карманная армия, потому что мы пристально уже более года наблюдаем за действиями муниципалов. Это очень сильно похоже на УПГ прямого подчинения мэру города. Я бы сказал, что довольно серьезным является тот факт. Мы понимаем, что это подразделение, которое выполняет определенные задачи напрямую, которые стоит ставить Труханов, котляр, потому что там такая вертикаль подчинения. Незаконное формирование под названием муниципальная охрана на самом деле создано еще и под выборы. Ни для кого не секрет, на что готовы эти крепкие и бравые ребятки, отрабатывающие пайку из рук своего хозяина Геннадия Труханова. Это подразделение накачивают, скажем так, спецсредствами, автомобилями и растет количество людей под выборы. Потому что сегодня ситуация такая в стране, что мы понимаем, что в любой момент могут состояться выборы. И мэрия таким образом вооружается, доверяя делам, вооружается против своих возможных оппонентов на выборах. Чем будет заниматься Департамент муниципальной безопасности на выборах, совершенно понятно. Это будет психологическое и физическое давление на других кандидатов, которые не входят в эту Трухановскую банду, которые не входят в доверяя делам. Соответственно, это прямая угроза, я бы сказал, что не только демократии, но и территориальной целостности. Потому что у нас как бы удельное княжество здесь образовывается. Тетушки вооруженные за наш с вами счет, одетые в форму сшитую за наш с вами счет, разъезжающие на автомобилях купленные за наш с вами деньги. Не слишком ли, Геннадий Леонидович, впрочем, жирующим за наш с вами счет, господам из мэрии ровным счетом наплевать, что думают по этому поводу простые одесситы. Собственно, и создана эта карманная армия только для того, чтобы отбивать охоту для любого инакомыслия. Ведь главное, любыми способами удержаться за власть. Почему отремонтированная потемкинская лестница выглядит намного хуже, чем до проведения работ? Этот секрет открыл общественный активист Владислав Болинский, который просто поговорил со строителями, ведущими укладку потемкинских ступеней. А сам разговор выложил на своей странице в фейсбук. После того, как вся Одесса могла полюбоваться обновленной потемкинской лестницей, на которой отремонтированные ступеньки пошли в Криф и в Кось, общественный активист Владислав Болинский побеседовал с рабочими, которые ведут там строительные работы. Это уже не первая бригада. Предыдущая уволилась из-за невыплаты зарплат. О профессионализме людей, ремонтирующих визитную карточку города, судите сами. При этом рабочие откровенно признаются, что ремонтировать лестницу зимой, как собственно и происходило, было абсолютно неправильно. Мороз нельзя же заливать. Нельзя. Залили перед морозом. Я на осадку сделаю. Животы же у этих ступеней, они же неровные. Они сначала вложили кусок, ну половину надо было слегка уже брать. Ну вот как там. Края до края. Ага. А вы же откуда-то из Бессарабских краев, да? Нет. Конечно, при взгляде на качество работы сразу понятно, откуда у этих рабочих руки растут. Впрочем, это действительно ручная работа, как в средневековье. Просто потому, что все делается вручную, без использования таких достижений человечества, как строительная техника. Результаты такой работы, как говорится, налицо. Пролеты пошли волнами, ступени скривлены, в мэрии, что называется, сэкономили на народном достоянии, не забыв при этом хорошо нажиться. На Приморском бульваре состоялся флешмоб в поддержку политических прав переселенцев. Такой акции активисты хотят привлечь внимание власти к избирателям, лишившимся права голоса. В Одессе состоялся флешмоб на Приморском бульваре возле памятника Дюку-де-Решелье для защиты политических прав внутренне перемещенных лиц. Дело в том, что из-за нерегулярного законодательства уже третий год переселенцы не могут воспользоваться правом голосования. А это почти 4% украинских избирателей. Внутренне перемещенные лица должны иметь право голоса. Все мы стремимся объединить Украину, но она никогда не будет единой без их голосов. Поэтому мы призываем политиков вернуть право голоса внутренне перемещенным лицам, для того, чтобы Украина стала единой. На сегодняшний день право голоса сильно привязано к регистрации по месту жительства. Но в случае регистрации внутренне перемещенные лица теряют много привилегий и социальных пакетов. Таким образом ситуация усложняется, и у людей остается выбор – либо воспользоваться социальной помощью, или же отказаться от нее и воспользоваться правом голосовать. У них сейчас выбор – либо есть, либо голосовать. Это, естественно, недопустимо. Соответственно, мы говорим о том, что должна быть для них отдельная процедура регистрации, которая позволит им реализовать их право голоса без утраты статуса внутренне перемещенного лица. Таким образом общественники сформировали своеобразную живую карту Украины, показав тем самым, что без единства мы не преодолеем проблему. Они, взявшись за руки, продемонстрировали целостность как символ нашего государства. Узнал об акции через фейсбук, увидел то, что комитет избирателей Украины проводит данную акцию, акцию поддержку, отстаивание избирательных прав переселенцев, решил выйти и поддержать эту акцию. Это фундаментальное право каждого человека, который живет в стране. Право голосования. И то, что переселенцы, которые приехали, будем говорить, в Украине, не оккупированные территории, которые не живут, это то, которое больше переживает судьбы Украины. Поэтому то, что у нас нет права голоса, это мы двойные пострадаем. Мы доверили Украине, приехали сюда. Активисты уверены, что с помощью флешмоба будут услышаны. В любом случае, кроме акции, Одесская областная организация, Комитет избирателей Украины подготовили и законопроекты, которые после утверждения помогут решить многие задачи переселенцев. Уже 14 лет в нашем городе работает Центр реконструктивной и восстановительной медицины Одесского национального медицинского университета. За это время руководству и коллективу удалось достичь высоких результатов в отечественной медицине. Первопроходцам всегда тяжело, особенно в медицине. Еще в том далеком 2003 году мало кто верил в успех проекта Центра реконструктивной и восстановительной медицины на базе Одесского национального медицинского университета. Тогда перед университетом были поставлены довольно сложные задачи – обеспечить достойное последипломное образование, сохранив при этом прежний коллектив, создать команду профессионалов, команду единомышленников, которая хочет развиваться и выйти на высокий уровень. Это были, конечно, и политическая воля города, и инициатива ректора нашего академика Валерия Николаевича Запорожана для того, чтобы в Одессе появилась университетская клиника, которая действительно будет являть собой учреждение, где параллельно, гармонично сочетаются лечебный процесс, учебный процесс, воспитательный процесс и научный процесс. Но ни один из университетов не осмеливался взять на себя такой груз, как многопрофильная клиника с поликлиникой, с приписным населением, со стационаром, с большим достаточным хозяйством. Ну вот такая инициатива, будем так говорить, состоялась. Тут так традиционно выстроена была система, чтобы сюда не попадали случайные люди. Это действительно талантливая молодежь, которая подает надежды и в науке, и в овладении специальностью, и в том числе хотят учить. Но собрать команду врачей-профессионалов – это только полдела. Все прекрасно понимают, что для серьезной и грамотной работы нужно создать должные условия. Довольно солидная сумма была необходима и на ремонт, и на дорогостоящее оборудование, а университет такими средствами не обладал. 80% сегодня площадей этой клиники, вы зайдете внутрь и посмотрите, что достаточно немало, это работа боготворительных организаций сегодня. И, наверное, такой же процент оборудования – это тоже работа боготворительных организаций. Результат, которого удалось добиться, действительно удивляет. На сегодняшний день мы являемся крупнейшим центром по проведению вспомогательных репоративных технологий в Южном регионе. И мы являемся замечательным примером того, как в рамках бюджетной организации, в отсутствии полного финансирования, можно создать не просто успешный центр, а центр конкурентоспособный, центр эффективный. На сегодняшний день у нас есть пациенты из ближнего, дальнего зарубежья. Эффективность программ вспомогательного оплодотворения, проводимых в нашей клинике, достигает в некоторых случаях 50-60%. Это очень серьезные, большие показатели. Благодаря правильному руководству за немногим более чем 10 лет в клинике созданы прекрасные условия для того, что необходимо сейчас нашим пациентам, движению вперед, прогрессивному развитию медицины. Основным отличием нашей клиники является то, что отделение мультифункциональное, мультидисциплинарное. Рядом работают множество различных специалистов. Это прежде всего онкологи, нейрохирурги, мамологи, пластические хирурги, урологи, ортопеды-травматологи. Благодаря такому мультидисциплинарному подходу мы имеем возможность выполнять одна момента сложнейшее оперативное вмешательство. Я забыл упомянуть сосудистых хирургов, так как их участие тоже очень важно при затрагивании крупных магистральных сосудов. Примечательно, что рядом с профессионалами опыт и практику получают молодые ординаторы, что в дальнейшем будущем положительно отразится на развитии отечественной медицины. Я считаю большой удачей для того, кто имеет возможность находиться здесь и проходить обучение здесь, для калинардинаторов, для интернов. Потому что насколько сильная база и все, кто ставит перед собой цель быть профессионалом в своей работе, те стремятся учиться у профессионалов. Становление сильного государства не может происходить без развития отечественной медицины. И очень радует тот факт, что в нашем городе растет новое квалифицированное поколение будущих врачей. Денис Шацилов, Вячеслав Попелюк, Телеканал Круг. Таможенники в порту Черноморска обнаружили в сумке гражданина Турции львенка, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. Экзотическое животное пытались вывезти с территории Украины в микроавтобусе, перевозящем попугаев. Пограничники одесского отряда совместно с работниками таможни обнаружили маленького львенка в международном пункте пропуска Черноморский морской торговый порт. Дикое животное пытались незаконно вывезти за границу. Таким образом, при оформлении на выезд из Украины одного из теплоходов на пограничный контроль прибыл микроавтобус «ФИАТ» под управлением гражданина Турции с двумя пассажирами. В машине находились четыре кота и 2245 попугаев. Один из пассажиров спрятал в багажном отделении за клетками с попугаем под одеялом в спортивной сумке с личными вещами львенка, о чем своих соотечественников не предупредил. Животное передали одесскому зоопарку, а иностранца привлекли к ответственности за нарушение законодательства. Представление культуры Греции, как правило, связано с античной эпохой. Средневековое наследие известно гораздо меньше. Одесский филиал Греческого фонда культуры и Греко-Украинская палата представили первый перевод на украинский язык памятника средневековой поэзии романтической поэмы Вицензоса Карнароса «Эротокрит». Презентация в золотом зале литературного музея началась спектаклем. Сцены из поэмы сыграли студенты-международники Одесского национального университета имени Мечникова. «Эротокрит» написанный около 1640 года – греческий вариант французской романтической истории неравной любви дочери афинского царя и сына царского советника. Выдержав все испытания, влюбленные преодолели сопротивление монарха и стали править вместе. Сюжет в чем-то схож с историей шекспировских Ромео и Джульетты. Поэма вошла в список 300 лучших литературных произведений, составленных ЮНЕСКО. «Це твір перший, написаний новогрецькою, будем так казати, мовою, поетом, напівгреком, напіввенеціанцем, який вже на острові Крит у 17 століття. Це до окупації турками острова Крит. Це власний твір про людей нового покоління, про ренесанс, про людей, які мають бажання жити по-іншому, думати». За перевод книги в этом году Василий Степаненко получил премию Кабінету міністрів України ім. Максима Рельського. Це найвища національна награда за переводчинку деятельність. «Це складово, вже довотривало українсько-грецького співробітництва. Я активно цією роботою займаюся. Скажімо, наші партнери, які допомагали в організації перекладу цього унікального епосу грецького на українську мову, перше, зреалізували не один з нами проєкт. Ми на 200 років дня народження Шевченко і керували пам'ятник Шевченка в Греції. Мова йде про дуже велику кількість таких просвітницьких акцій». Накануні праздновання Дня Возрождения Греції 25 марта планирується обсуждення разносторонніх планов співробітництва. «Ми будемо говорити з точки зору того, які літературні, які просвітницькі, які туристичні, які економічні проєкти можна було б збудувати між Україною і Грецією, для того, щоб традиційні історичні зв'язки Україно-Грецькі сьогодні зміцнити». Українсько-Грецькі зв'язки і не тільки через Одесу имеють давнюю історію. О совмєстних проєктах вспомнил екс-мэр Мариуполя Михаїл Поживанов. «Я дуже добре пам'ятаю, коли ми робили перші візити, тоді перший в той час заступник міністра закордонних справ Греції господин Ніотіс приїхав, ми розглядали нашу спільну співпрацю з товариством гречських обществ країни. Ми в свій час знайшли навіть мощі митрополіта Ігнатия, і вони сьогодні є в Україні. Я насправді особисто тоді настільки цим захоплювався, що побудував великий пам'ятник митрополіту Ігнатию». Іздання поємы «Эротокрит» передано публічним бібліотекам і учебним заведенням города. Організатори проєкта предполагають напечатати книгу вторим, «Более многочисленним пирожом» і представити в других городах України. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпанія «Круг». Наш выпуск новостей подошел к концу. Далі інформація синоптиків о погоді, а я напоминаю, що новости телекомпанії «Круг» всегда доступны онлайн по адресу «круг.ком.юэй». Якщо ви стали свидетелями резонансних событий, інформируйте наших журналистів. Обо всім важному і інтересному сообщайте в редакцію по номеру телефона 340076. Всего вам наилучшого і до встречи в ефірі. По прогнозу гидрометцентра Чорного і Азовського морей 25 марта в Одесі ожидається переменная облачность, ночі – небольшой дождь. Ветер северний – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночі – от 5 до 7, днем – от 9 до 11 градусов тепла. Першовwald